Поехал, тем временем у нас Рейсбих и Федотов. Рейсбих едет лидером, едет широко, едет хорошо. Дикий кубок на спичке, который дико удивил общественников. В тот день историк Данил Дегтярев пришел на субботник, а попал на гонки. Краевец считает, что дрифт среди старейших построек в городе мероприятие неуместное. Кроме того, Данил возмущен, что никто из СМИ не упомянул, что заезды проходят на объекте культурного наследия федерального значения. Оба этих репортажа были построены так, что не упомянули о том, что вот эта территория сереброплавильного завода, что это стартовая точка истории города, что это памятники архитектуры федерального значения, то есть что это важнейшее историческое место. Это было названо территорией арт-пространства Спичка, старый спичечный завод, то есть как-то вот так, то есть по сути дела вот эту историческую тему обошли. Максим Карпенко рассказывает, что сегодня в городе практически невозможно найти площадку для дрифт-соревнований. Спичка пошла навстречу. Организаторов сразу предупредили, здания должны остаться в том виде, в каком они были до дрифтеров. Пилоты готовились два месяца. На трассе вдоль объектов построили снежные барьеры, чтобы машины не могли пробить ограждение. Данил говорит, что зрители заметили осколки, которые могли отлететь из-за столкновения со зданием. Осколки там были, и был специальный человек у нас на мероприятии, который ходил, эти осколки по треку собирал. Вид спорта достаточно контактный. Автомобили могут еще до момента, когда их увидели зрители, контактировать друг другу кузовами. А там, где Данил говорит, видел осколки, они действительно были, потому что там перепад высот идет, машина сначала ускоряется, потом замедляется. Это все нужно пилоту отработать, и не у всех это получается с первого раза. Поэтому было очень много контактов, они есть в этом спорте. На мероприятии велась прямая трансляция, которая есть и в нашем распоряжении. На кадрах видно, что от автомобиля действительно отлетают детали, но при столкновении машин. Витя, кстати говоря, отстегнул бампер, а еще у него вот-вот отстегнется левый задний фонарь. Жуткие вещи, да, вышел бампер из чата. Ох, 35-й засугробился, так как эпично. В Алтае охранкультуре нам пояснили, что их ведомство не наделено такими полномочиями, чтобы согласовывать мероприятие на территории памятников истории. Также специалисты пояснили, что после Дикого кубка они проверили территорию. Сообщаем, что специалистами управления проведен осмотр объекта культурного наследия. По результатам не обнаружено механических повреждений и разрушений памятников в ходе проведенного собственником мероприятия по дрифту на автомобилях. На самой спичке говорят, что согласились на кубок по дрифту, чтобы развивать территорию. Потребовалось несколько недель переговоров, но тем не менее, вроде как получилось, смогли и вроде они не против и дальше бы продолжать. При одном условии, чтобы было тихо, спокойно, ничто не нарушалось. Самое главное, чтобы не нарушалась целостность исторических конструкций. Так что, возможно, это не последний дикий кубок на территории. Но на спичке, в свою очередь, говорят, что помимо дрифта они занимаются и культурными мероприятиями. Так, на спичке планируют проводить театральные постановки, концерты, выставки и даже вечера знакомств для пожилых людей. И, конечно, здесь ждут всех на традиционной субботнике. Мне бы хотелось бы через ваш телеканал обратиться вообще, в принципе, к людям. Ребят, ну давайте как-то поактивнее, активизируйте свои силы внутренние и еще какие-либо. И приходите на эти субботники, помогите, поддержите историческую ценность Барнаула. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.